Снова для вас самые смехотворные моменты в шоу российских пропагандистов за неделю. У нас развитие идет без всякого преувеличения, семимильными шагами. Цирк Шапито в их телевизорах продолжается. Сидеть! Мотивы этого цирка, конечно, понятны. Безусловный обман простого народа. У нас с санкциями борется правительство и довольно успешно, как вы видите. Оправдание войны и самых жестоких преступлений российской армии. Мы принесем большие жертвы, но мы спасем весь мир. Да, это так. И, конечно, целование пятой точки кровавому диктатору. Для меня эти выборы, это скорее, ну, наверное, ну, это присяга верховному главнокомандующему. Поэтому, конечно, важно прийти и заявить о себе, о своей позиции. Но в России это давно стало нормой. Ну, а что там делиться? Бери больше, кидай дальше. Вот, например, боброедка Симонян уже прямо в прямом эфире не стесняется характеризировать людей, для которых она производит свой, в кавычках, важный контент. А есть еще третья категория. Тупых. Я бы сказала, это самое многочисленное. И знаете, как много? Вы не представляете. Просто здравствуй, дерево. Просто пробка – подарок из Африки. Очень тяжело с ними работать. Как с пробкой. Но надо, приходится. И их заблуждения – это и наша недоработка в том числе. Не достучались, мало стучали. Надо колотить больше, колотить и вколачивать. Потому что каким бы ни был человек тупым, при должном подходе, можно вколотить правду и истину. Потом правда пожаловалась, что за это ее заблокировали на всех маломальски уважаемых интернет-ресурсах. Вот если ты ведешь что-то патриотическое, что-то традиционное, то тебя вообще никто никогда не увидит. Понимаете? Как вот в Твиттере был до недавних пор. Ты набираешь Маргариту Симоняну, у меня там есть аккаунт, а его нет. Его найти нельзя. Его не то, что не рекомендуют, ты даже просто набиваешь мое имя, фамилию, и нельзя его найти, как будто бы его там нет. Из Инстаграма меня удалили в итоге, из Ютьюба меня удалили. И все, потому что не то говорю. А те, кто в их представлении говорит то, зарабатывали за все это время огромные деньги. Как говорится, наказание за вранье пришло откуда и не ждали. Еще одна яркая пропагандистка, дипломатка Захарова, толкнула целую речь о достоинствах настоящего дипломата. Дипломат должен вести себя определенным способом, иногда не позволяя себе высказывать все, что думает, что накипело и так далее. Но дипломат не имеет права вот так нагло врать народу страны. После этого пресс-алкаше в эфире Соловьева на удивление очень хорошо описала ситуацию в России. Правда, потом оказалось, что имела в виду Мария Эстонию. Снова нарушила свои же правила порядочного дипломата. Строили демократию, построили диктатуру. Причем худшего образца. Понимаете, в политологии есть разные объяснения насчет того, что такое диктатура, как она применяется. Так это же просто какое-то самое худшее ее проявление. Никаких экономических результатов, никаких промышленных достижений. Наука, культура, искусство. Вообще забыли, что там такое. Ничего не осталось. Осталось только полицейское государство. В сообществе неадекватных пропагандисток на этой неделе оказалась и главная стукачка России Мизулина. Она нашла себе новое занятие и решила перейти к, так сказать, более практичным вопросам. Ребят, в тиктоке новый хулиганский тренд с полосками от обуви на полу. Я это не поддерживаю. Если вы сделали такую полоску, попробуйте просто взять тряпку в руки и отмыть. Посмотрите, что будет. Подумайте о той милой женщине, которая убирается в вашей школе и старается наводить чистоту. Это ведь тяжелый физический труд. Ну и главная новость, которую российская пропаганда активно пытается замять. Российские добровольческие формирования зашли на территорию России. А по российским военным объектам летят дроны и ракеты. Но по версии пропаганды все под контролем. Волноваться не стоит. Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать. Прежде всего диверсионными группами. Вот последний доклад генерального штаба. Где-то до 300 человек. В том числе с участием иностранных наемников. Потери противника составили больше 200, где-то 230 примерно. Из 8 примененных танков противник потерял 7. Из 9 бронемашин 9. Из них 7 американского производства Брэдли. Я понимаю, что новости о том, что куда-то прилетело, где-то что-то загорелось и так далее. Это, ну, как бы будоражит чье-то, так сказать, сознание, чье-то восприятие. Но чем больше вы эмоционируете по этому поводу, чем больше вы это рассылаете, пересылаете, обсуждаете и так далее, я могу понять ваши эмоции. И все мы давно уже должны понять, что мы на войне. Что мы вступили в очень тяжелое противостояние с достаточно серьезным, коварным и подлым врагом. Соответственно, и нужно вести себя более спокойно и сосредоточенно. Шейнин прямо в эфире без зазрения совести выдал, что российская армия освободила украинские города от самих городов и оставила буквально голую землю. Мы, в общем, можем безошибочно представить себе, во что превращается бой за каждую такую деревню, за каждое такое небольшое село. Потому что вы видите, что, в общем, никакого села-то уже и нет. Как нет уже давно никакого Работина, как нет уже Новомихайловки, как нет уже очень многих сел. Но, тем не менее, для того, чтобы их освободить, нужно очень приложить массу усилий. Бедолага Киселев на интервью с диктатором все никак не смог сформулировать простой вопрос. Сколько же еще будет длиться война? Ответ прост. Помогаем, хотя нас не просят до последнего мужика в России. Но все же встает вопрос, какую цену мы готовы заплатить за весь... Ну, может быть, слово «проект» не подходит, но за всю эту вынужденную... за весь этот вызов, с которым мы вынуждены столкнулись исторически. Мы обнаружили с удивлением, что там такие же русские, как и мы. Мы пришли на помощь этим людям. Вот это, в принципе, ответ на наш вопрос. Если мы бросим сегодня этих людей, то завтра наши потери могут возрасти многократно. И у наших детей не будет будущего. Но пропагандисты поспешили напомнить, что война войной. Зато какой молодец президент. Не то, что старый больной американский Байден. Я не собираюсь, и считаю это ниже собственного достоинства, лумиться над пожилым человеком, который не совсем в себе. Это вопрос тем, кто его выставляет. Но еще раз говорю, невозможно не констатировать, что дед реально зависает. Конечно, есть еще у российского деда порох в пороховницах. Он чуть ли не на каждом мероприятии пытается пофлиртовать с молодыми женщинами. Вам кто-то говорил, что вам очень идет военная форма? Не поверите все. Поэтому я не спешу снимать. Я так и думал. Ну и, наконец, к насущным проблемам россиян и предложениям гениальных решений этих самых проблем. Чтобы повысить рождаемость в России, предложили еще больше загнать в нищету население. Деньги напрямую с рождаемостью никак не связаны. И вся история России и статистика мировая говорит ровно об этом. Самые странные с высоким коэффициентом рождаемости – это Африка. Только на 14-м месяце появляется Афганистан. Тогда там живут хуже. Там население. Да, давайте. Сильно хуже. У меня родилась интересная мысль. Давайте не выдавать деньги молодым семьям, а отнимать у них, чтобы они не ввели нищенский образ жизни и размножались, как и в африканских странах. Депутат Госдумы Нилов придумал, как урезать финансирование ВСУ. Не покупать западные цветы. Вот эти цветочки, которые наши мужчины в очередях там за любые деньги покупали, принесли вам, порадовали. Знаете, куда денежки-то пошли в большинстве от этих многомиллиардных в долларах потоках? Ну ладно бы в нейтральные и дружественные страны. Нет, в Голландию 6 миллиардов долларов денег наших мужчин за эти цветочки. Утекли в Голландию, куда Голландия направляет эти деньги и призывает всю остальную вот эту банду на снаряды ВСУ. Ну что, мы не можем вырастить свои тюльпаны и розы. А еще пропагандисты изобрели 101 способ, как поиздеваться над так называемыми иноагентами. Взяться за их родственников. Родственники иноагентов должны быть поставлены на профилактический учет МВД. Два раза в месяц ходить в органы внутренних дел и просматривать фильмы патриотической направленности. Тогда... Зацепился. Профилактировать это как? Профилактировать это приглашать в органы внутренних дел. Ребенка. В том числе и ребенка. С ним проводить беседу. Вы были на такой беседе когда-нибудь? Показывать фильмы, где выступления нашего президента. Прослушивать аудиозаписи с его выступлениями. Подведем итог. В канун псевдовыборов в российском телевизоре настоящая каша. Задание со звездочкой на фоне всего, что сейчас плохо в России показать, какой идеальный лидер Путин. Вопрос только в том, зачем так стараться. Исход и так давно понятен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok